Лидия Николаевна Делекторская. Эта женщина, как я уже обозначила этот момент в начале нашей лекции, это женщина, которая изменила ход истории личной Андрея Матисса и с творческой точки зрения, и с точки зрения его самоощущения. Она подарила ему то, что он начал терять в браке с Амелей Матис. И надо сказать, что Лидия Николаевна Делекторская появляется в его жизни, когда уже нагрянули первые признаки будущих болезней, и ему предстоит очень серьезная операция. Ему оперировали опухоль, и удалось продлить его жизнь еще на 13 лет. Но, как говорил сам Матис, во многом это заслуга не операции, а во многом это заслуга мадам Лидии, его Лидии, которая действительно поменяла очень-очень много. Она попадает в дом Матисса совершенно случайно. Она уроженка славного города Томска. И она родилась в семье врачей, жизнь которых была унесена, эпидемия страшная. Они попали в нее и, в общем-то, моментально сгорели. И Лидия Николаевна Делекторская осталась без родителей. Из родственников была только тетка, которая ее увезет потом в разгар революционных событий в Харбины. Оттуда она уже уедет в Париж. В Париже случится абсолютно какой-то случайный брак тоже с уроженцем Российской империи, который переехал тоже в революционные времена в поисках лучшей жизни. Работал таксистом, был абсолютно грубым человеком, с которым они были не то что на одной волне, они не понимали друг друга от слова совсем. И Делекторская до конца так и не смогла понять, как же она оказалась рядом с ним. И, в общем-то, в какой-то момент, когда после заключения брака не прошло еще и года, она собрала чемоданчик и, в общем-то, уехала, куда глаза глядят. Ее выбор пал на юг Франции. Она прекрасно понимала, что с русским паспортом она не сможет ничего, кроме как работать сиделкой, либо уборщицей, либо воспитательницей в семье русских эмигрантов. В общем-то, она начала искать работу. И однажды на автобусной остановке совершенно случайно она увидела объявление о том, что ищут помощницу по дому, ищут сиделку. И она направилась в дом Матисса, до конца не представляя, кто он такой, до конца не понимая, что ей придется делать. И, в общем-то, в какой-то момент встала около звонка, боясь нажать на кнопку. Но в итоге позвонила. Ее очень тепло приняли. И на протяжении нескольких лет она была неотъемлемой частью семьи. А Мили Матисс не видела в ней соперницы от слова совсем, потому что неоднократно подчеркивала, что Андре Матиссу нравятся южанки, ему нравятся темно-волосые девушки с яркой контрастной внешностью. И такие натурщицы появлялись в мастерской художника. Вот в них как раз-таки она видела опасность. А Лидия стала буквально членом семьи, потому что она исполняла все пожелания семьи, она оказывалась рядом в какую-то трудную минуту, она помогала во всем, и без нее представить себе быт этого дома было фактически невозможно. Но в какой-то момент будет поставлена определенная точка невозврата, Матисс будто бы проснется ото сна, посмотрит внимательно на нее, и прикажет ей тот же сесть, потому что он захочет ее изобразить. И наблюдая за тем, как ее супруг линия за линией наносит на бумагу штрихи, которые в дальнейшем, объединяясь, станут портретом директорской, поймет, что здесь уже маячок опасности не то чтобы сигнализирует о ней, но достаточно громко кричит о том, что нужно опасаться этой женщины, и она поставит ультиматум перед своим супругом о том, что в доме останется либо она, либо его новая любимая муза и натурщица, потому что с того момента он начнет писать ее нон-стоп, и будет писать ее и обнаженной, будет ее писать в различных, скажем так, костюмированных сценках. Большая часть этой истории начинается с работы «Синие глаза», которая перед вами. Это одна из самых удивительных работ с этими сильными руками, которые обнимают спинку кресла. На месте спинки кресла можно представить мужчину, которого она обнимает, и частью которого она буквально становится, как в поцелуе Климта. И эта работа очень сильная с такой психологической точки зрения. И Лидия Делекторская уйдет. Она действительно уйдет из этой семьи, потому что Анри Матисс делает выбор в пользу своей супруги. Но с каждым днем он начнет ощущать, что небольшой камушек, который появился в его сердце, становится все тяжелее и тяжелее. Он не может работать так, как он работал прежде. Он не может жить, как он жил прежде, потому что Лидия ему нужна буквально как воздух. И она станет воздухом, без которого Матисс не сможет обойтись. И он найдет Лидию и предложит ей остаться. И уже сделает выбор в ее пользу. А супруга навсегда покинет дом Анри Матисса. Она вернется. Она вернется через некоторое время после смерти Андри Матисса, который умрет на руках Лидии Делекторской. Но она, поняв, что их история заканчивается, а она, к слову, переживет Анри Матисса на 40 лет. Они познакомились, когда Матиссу было 62 года, ей было 22 года. И, в общем-то, она покинет дом, собрав чемоданчик. Консьерж в доме, где она жила вместе с Анри Матисом, скажет, мадам Лидия, зачем вы покидаете дом? Потому что этот дом принадлежит вам в полной мере. Она лишь сухо улыбнется, сядет в такси и навсегда уедет из этого дома, не желая контактировать с супругой, точнее уже вдовой, которая наверняка приедет, чтобы организовать пышные похороны. Она действительно их организует, несмотря на то, что по сцене воли Анри Матисса было желание уйти тихо и, в общем-то, также тихо предаться земле. И она станет хозяекой, вновь станет хозяекой дома. И в какой-то степени продемонстрирует Делекторской, что все-таки она выиграла эту борьбу, хотя Делекторская и не собиралась бороться. Она бережно собирала архив Анри Матисса, поскольку он дважды в год дарил ей свои работы на регулярной основе, плюс было большое количество рисунков. Это был ее день рождения, она родилась 23 июня и в канун Рождества она получила от Анри Матисса работы, которые были подписаны лично ей. Там появлялись буквы ЛД, Лидия Делекторская. И когда она еще находилась рядом с живым Анри Матисом, она часть этих работ отправляла в СССР. Она отправляла их в советские музеи, прежде всего в Эрмитаж и в Пушкинские музеи, потому что она хотела быть полезной своей родине хотя бы так. И надо сказать, она предпринят несколько попыток, отчаянных попыток вернуться на свою родину, но несмотря на то, что Советский Союз с удовольствием забирал работы, а Анри Матисса, которую принадлежали Лидии Делекторской, они не захотели вернуть ее на ее же историческую родину, потому что испугаются, что к тому моменту Лидия Делекторская стала шпионкой, которая хочет проникнуть вглубь Советского Союза. И для нее это станет очень большой трагедией. Она завещает свой прах похоронить Павловский по Санкт-Петербургам. И она завещает Советским музеем все, вплоть до одежды, в которой она позировала Анри Матису, украшений, в которых она была на тех же самых работах. В общем, это немножко грустная, но в то же время счастливая история о погромной любви и о соединении двух пресловутых половинок, о которых очень часто мы слышим где-то, но иногда не представляем, как это в действительности происходит. Субтитры создавал DimaTorzok